Здравствуйте дорогие друзья, мастера и мастерицы. Это снова с вами фирма Петерсон и я Эдуард Петер. День третий нашего четырехдневного марафона. То, что некоторые из вас не успели посмотреть еще второй день. Ну как бы это не моя вина. Дело в том, что я сделал это видео, выставил его. Но это было воскресенье. Поздно вечером у вас это было уже за полночь. Поэтому через некоторое время оно у вас появится. Посмотрите. То есть я слово держу. Итак, что у нас есть? У нас есть вот такой жук боевой, но еще не совсем боевой. Дело в том, что сегодняшний воркшоп или мастер-класс, как говорят в России, будет посвящен тому, что я начну этого нашего жука довооружать. То есть здесь будут участвовать материалы, такие как латунные трубки, медные какие-то части, возможно, будут. Честно говоря, я не знаю, какими будут выглядеть эти пушечки, потому что вчера я сказал, что то, что я сделал, мне не понравилось. И я решил это переделать. Естественно, займет время, возможно, дополнительное. Но лучше взять пару часов лишних, чем быть недовольным окончательным результатом. Правильно? Итак, сегодня мы будем работать здесь. Здесь у меня сборочный цех и есть маленький станочек для того, чтобы это все пилить. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, мы с вами и начнем. Окей? Вперед! После трехчасовых экспериментов в итоге я все-таки создал то, что мне понравилось. Это по пушке-зенитке что-то такое, наверное. Я в этом не особо разбираюсь. Кроме калашникова я ничего другого в руках не держал. Итак, что мне для этого понадобилось? Это вот различные трубки. Крепить я буду где-то сбоку, сзади сбоку на жука. А инструментов у меня тут немного, то есть молоток, кусачки, щипцы и все это собрано на клее. Я пользуюсь уху плюс. Он мне нравится, быстрый, в течение двух минут схватывается и держит довольно-таки надежно. Почему я не паяю? В принципе, я умею паять, но навыков у меня мало, скажем так. И так чисто я не спаяю. Поэтому для картин, а эта вещь у меня для картины предназначена, я предпочитаю все-таки использовать клей, хотя это не совсем по стимпанку. Потом у меня есть трубка 6 миллиметров, трубка 4 миллиметров, это латунные, провод алюминиево анодированный и пара патронов. То есть побольше и поменьше 2 штуки. Здесь я из своих шестеренок выбрал наиболее подходящие. Потом у меня есть всякие вот такие детальки, которые я тоже использую. Ну вот, пожалуй, и все. Давайте теперь посмотрим, как я это все сделал. Для начала я взял, выбил отсюда капсуля и обточил немножко краешек. Капсуля очень просто выбивать. Я сделал такой из шурупа стержень, который вставляется в небольшое отверстие, которое там есть для бойка. И вот мы видим, остался только один капсуль. Не советую выбрасывать, всегда может для чего-то пригодится. и так. Потом я обточил этот край. Сделал его немножко потоньше, потому как я хочу создать первое первое звено. То есть там, где будет находиться у нас дуло наше. Я расцвелил на 4 миллиметра. И теперь у меня очень хорошо плохо входит сюда дуло наше будущее. То есть вот так. Можно, конечно, подкрепить это дело клеем. Для того, чтобы создать еще одно звено, вот это, я сейчас возьму вот эту трубку и нарежу в ней вот эти полосочки. Тут я скажу так, что у кого-то, возможно, есть ножовка по металлу дома, у кого-то есть болгарка, у кого-то есть просто отрезной круг, типа дремеля. Вот у меня есть дремель, да? То есть, воспользуйтесь тем, что у вас есть. Главное это отрезать. У меня есть все, поэтому я тут особо не буду страдать. Пойду сейчас и сделаю вот такую штучку. Ну вот, теперь, когда я ее изготовил, мы можем это дело все склеить. Возьмем кусочек стекла, выдавим немного клея. Хорошенько перемешаем. Я мешаю где-то одну минуту, но для видео сделаю это быстрее. Вырежу этот кусок. Итак, клей у нас двухкомпонентный, поэтому держать должен хорошо. Ну и вот здесь еще. Ну вот, сама пушка у нас готова. Теперь подготовим лафет. То есть, он у нас состоит из шестерен, ручек и вот этих деталек, на которых это все и держится. Давайте сделаем его. То есть, я отрезал две маленькие трубки. Сюда я вставлю заклепочки, сверху так, чтобы было красиво. Вот эти кусочки я сейчас подготовлю. Все отрежу. И немножко укорочу. Сюда я планирую как раз поставить, вот эти ручки насадить сюда. Так, готово. Ну а это все на клей. Так, клей развели. Ну и теперь первое, ставим сюда в ручки наши заклепки. Так, а сами заклепки поместим и сами ручки наденем вот на этот штырек. К счастью, в каждом у меня есть такой штыречек. Повезло, однажды купил кучу всяких запчастей для электрических каких-то выключателей. Как лом купил. И вот с тех пор. Они меня часто выручают в этих поделках во всех. Так, ну теперь более-менее одинаково. На наковальный постучал. Все, готово. И раз клей уже разведен, то сразу же сейчас наклеим шестельни. Так. Так. И здесь наклеим. А сверху, чтобы закрыть эти дырки, вот такие вырубки. Тоже продаются на ebay, купил, часто выручают. Так как у нас клей двухкомпонентный, в то же время быстро сохнущий, то ждать нам останется недолго. А тем временем мы сейчас тоже самое сделаем для подставки. Вклеим сюда трубочку. И почти у нас модель будет готова. Ну, пока это у нас все сохнет, давайте мы изготовим с вами колечки медные. Они нам пригодятся не только здесь. Вот здесь у меня кольцо, которое держит вот эту шестерню. Но и для паровозных труб я их тоже часто использую. Давайте мы их сейчас с вами сделаем. Я беру не настоящую медную проволоку, потому что настоящая, во-первых, она и дорогая, а во-вторых, с ней сложнее работать, она не так мягка. А анодированный алюминий, он довольно декоративный и в то же время с ним проще, скажем так. Вот видите, допустим, намотать красивые колечки не составляет никаких проблем. И теперь мы с вами просто вот так моим дремелем разрежем. И все. Так, вот мы наделали себе колечко. Почему я не стал просто кусачками? Можно было очень просто это сделать. Конечно, кусачки тут очень легко берут металл. Но в этом случае срез получается более ровным и мне состыковать будет проще. Вот такое кольцо получилось. Конечно, мы могли бы взять настоящую медную проволоку, благо она у меня есть, отжечь ее и из нее гнуть и так далее. Но, как уже сказал, во-первых, материал дорогой, его надо беречь для более серьезных вещей. А во-вторых, обрабатывается эта вещь легче и проверено анодирование держится очень хорошо. Поэтому можно пользоваться. Итак, теперь все мы это должны вместе склеить, чтобы получить вот такое орудие. У меня раньше было очень много проблем с тем, чтобы как это удержать, чтобы ровно это все было и не падало. А потом я пришел к выводу, что та же самая глина, она прекрасно служит таким вот держателем. И то же самое мы сейчас сделаем с другой стороны. Вот тут без проблем, чтобы ровненько было, еще подложим под дуло. Можно также и пластилин использовать. То есть, очень хорошая получается держалка. Так. Ну и давайте мы сейчас склеим это. Смажем края. Здесь тоже. Выжалить не надо. Положим. И сожмем нашу глину. Тем самым, прижав основательно склеиваем детали. Вот так. Отлично. Заодно теперь вклеим сюда трубку. Можно было и не клеить, сидеть будет насмерть. И поставим сюда колечко, которое мы только что сделали. А на это колечко уже прилепим шестерню. И таким образом у нас получится вот такой рисунок. Ну а вот и последнее, что нам осталось, это вот вклеить станину вот в это место. Вот так. Ну и вот здесь я уже сделал паровозную трубу. Я хочу поставить три заклепочки для декоративности. Готов. Теперь примерка. Ставим трубу. Ставим одно сюда. Второе. Сюда. Вращаться будут. Ну, выглядит довольно таки устрашающе. Не знаю для кого, но устрашающе. Так. Я смотрю, одно дуло немножко больше получилось. Но это не проблема поправить. Так. Будем красить. Для начала возьмем коричневую краску, как всегда. Жесткую кисточку. Сделаем ее сухой. Метод сухая кисть. И начнем покрывать наши изделия ржавчиной сначала. Стимпанк это ржавчина, прежде всего. Ну, это кому как. Кто-то любит, допустим. Стимпанк блестящий, красивый, латунный, медный. Чтобы все сверкало, переливалось. Следующий этап. Берем серебряночку. И тоже аккуратненько, сухой кистью практически, начинаем наносить проблески металла. Обычно они на краях тут. И сразу начинает смотреться. Я тут купил на попробовать акрильную краску, которая обещает сделать нам медь. Посмотрим сейчас. Возьмем кисточку. Вот она. Вот она, это медь. Ну, выглядит, конечно, как медь. Сейчас попробуем где-нибудь, где не очень заметно. Да, медь, нет, хорошо. Что ж я раньше-то не догадался. Другой бы раз, прямо на этом бы и остановился, честно. Вот тут как бы бронза нужна. Я не думаю, что она будет лишняя. Очень хорошая краска, я вам скажу. Ребята, если вам удастся достать ее, пользуйтесь. Там еще есть бронза, надо еще упорку с собой попробовать. Я думаю, еще будет интереснее эффект. Так, ну вот. Теперь мы тут этот рог ему заменим. Она такая блестящая, в то же время втирается, становится довольно-таки матовая, нормальная. Создает, во всяком случае, впечатление, что это что-то от меди. Итак, с помощью этих трех красок мы добились с вами определенного эффекта. Ух, какой он страшненький-то. Серьезный мужичок. Так, ну теперь возьмем бронзу, она же золото. Не знаю, на золото не похоже. И где-нибудь в стороночке, так вот, легко. Начнем. Тут тебе и бронза, и медь просвечивается. Ну, я думаю, не повредит сильно-то. Вот это место мне надо забронзить. Посмотрим красавца со всех сторон. Поехали. Вот, да. Смотрим красавца. Смотрите сверху к Поехали. Ну, вот и все, дорогие друзья мои, мастера и мастерицы. Время 20 минут шестого. День идет к концу. Мне еще необходимо сделать видео, загрузить. Я не знаю, сможете ли вы его сегодня увидеть, потому что он будет на модерации на некоторых сайтах. Я думаю, что мы с задачей своей справились. И это довольно-таки хищное животное у нас получилось, хорошо вооруженное, но и стимпанк. Пусть сделанное не совсем аутичными средствами, но тем не менее. Что мне хотелось бы спросить. И, пожалуйста, ответьте мне, нужно ли, чтобы я делал еще одно это животное. Вы знаете, что у меня еще жук-олей. То есть, практически как мастер-класс, он теряет ценность, потому что будет ничего нового. Только, может быть, другие формы и другое вооружение, больше ничего. Поэтому, если мы хотим уложиться в четырехдневный наш марафон, то, в принципе, завтра мне надо начинать делать рамки. Если вы скажете, нет, давай сюда этого оленя, мы его хотим увидеть, то тогда я завтра займусь оленем, а рамки передвинем уже после того, как я справлюсь со своим заказом. Окей? Ну, то есть, ребят, вам решать. Хорошо? До следующего раза. С вами была фирма Петерсон и я, Эдуард Петер.